Всем привет! Сегодня у нас на ремонте Suzuki SX4 2008 года с двигателем 1.6. Установлено ГБО. В 2018 году этот автомобиль к нам приезжал. Мы ставили ремонтный катализатор вместо заводского, который вышел из строя. Сейчас на дворе 2021 год, август, и проблема с двигателем. Начал уходить антифриз. Антифриз. Проблема достаточно известная. Это проседание гильз. В этом блоке алюминиевом, так называемый, японский дартон стоит. Гильзы, к сожалению, продавливаются, проседают и приоткрывается прокладка. Антифриз начинает уходить в камеры сгорания, что, очевидно, здесь и произошло. Но пробег довольно большой. Клиенты просят отремонтировать двигатель, так как планируют ездить на автомобиле дальше. Салон довольно ухоженный. Ездить бы еще и ездить, но двигатель уже просится на ремонт. 201 тысяча пробега на щитке. Сколько автомобиль прошел с ремонтным катализатором, он затруднился сказать. Ну, если 2018 год, уже года три он ездит с ремкатом. Ну, 2-2,5 точно. В общем, несколько десятков тысяч намотал. Я так думаю, что ставило все это на пробеге около 160 или около того, по моей памяти. Установка ГБО на этот мотор, конечно, не самый лучший выбор, потому что здесь нет гидрокомпенсаторов, а регулировка зазоров осуществляется шайбами, как на ВАЗовской восьмерке. На масложор владелец не жаловался. Но, тем не менее, придется разбирать двигатель полностью, потому что, чтобы фрезеровать блок, нужно снять двигатель и его разобрать. А там уж будем смотреть и поршневую, и кольца, и коленвалы, и вкладыши. Работает хорошо, ровно. Опыт ремонта таких моторов у нас уже имеется. И вот первым делом обращает на себя датчик давления масла. Он весь замаслен, и вокруг него вся грязь и пыль тоже замаслены. То есть датчик здесь явно протекает. Его нужно будет заменить. Головка и блок алюминиевые. Приступаем к демонтажу навесного. Последний год мы перестали ставить ремкаты. Есть определенные нарекания по качеству и стабильности их работы. Все-таки за эти деньги получить качество, равнозначное заводскому катализатору, очевидно, не получается у производителей. Пробовали разные варианты. Короче говоря, сейчас предпочитаем в основном либо пламя-гаситель с программой, либо люди просто покупают заводские кат-коллекторы. Но тем не менее, вот этот ремкат прошел 30 тысяч. С этой стороны на вид он нормальный. А как он себя чувствует со стороны приема выпускных газов, я смогу увидеть только видеокамерой. Что мы сейчас и сделаем. По сварке никаких проблем не наблюдается. То есть сварка нормальная. Черноты каких-то отверстий там или мест просекания газов не отмечено. Ремкат со стороны приема газов. Есть небольшие крапинки. Вот краешки самые. По сути за три года состояние нормальное. Он просвечивается. Видно, что эксплуатировался. Видно, что пробег присутствует. Я думаю, что можно оставить как есть. Распредвалы здесь чугунные. Регулировка зазора шайбами осуществляется. Шайбы вкладываются в стаканчики. На кулачках никаких признаков износа нет. Кулачки очень узкие, но тем не менее ходят. В предыдущих видео я показывал вот эту гениальную систему подвода масла. Двигатель сделан очень компактным. Есть, конечно, пара не очень приятных моментов. Например, звездочка выпускного распредвала не снимается с вала и продается только с распредвалом. Фазик можно снять и поменять. Выработка на зубчиках очень глубокая. Актуатор впускного фазовращателя располагается на передней плите. К нему подвод масла идет также через трубку с банжи-болтами. Передняя плита демонтирована. Масляный насос в нормальном состоянии. Здесь различные резиночки. Их нужно будет обязательно заказать, обновить. Все вот эти вот втулки. Насос остается. Нормальный, хороший насос. Привод ГРМ. Обычная пластинчатая цепь. Два башмака и натяжитель. Пробег большой, поэтому цепь в башмаке обновим. Клиент рассказывал, что зазоры клапанов регулировал. Ну, на впуске более-менее 0,2, 0,25, 0,18. На выпуске один клапан зажат 0,15. Вот эти зазоры можно немножко подправить. И 0,25 тоже, в принципе, можно увеличить. Сейчас посмотрим, какие номиналы шеев регулировочных стояли. Шейки в нормальном состоянии. Я бы даже сказал, в отличном. Сейчас снимем валы и посмотрим, какие номиналы регулировочных шайб стоят. Запишем в табличку. Будем подбирать шайбы и регулировать при сборке зазоры. Головка раскручена, снимаем. По камерам сгорания большого криминала не наблюдается. Красивый яркий хон. С небольшими полосочками. Самая лучшая конструкция блока цилиндров перед вами. Это японский Дартон. В алюминиевом блоке толстенные чугунные гильзы. Такая же конструкция была у москвича. Об этом в предыдущих видео неоднократно писали. Недавно мы такой двигатель разобрали. Одна лишь проблема в том, что у него проседает сердцевина. Вот эти вот самые вставные гильзы. Они запрессованы в блок. И со временем, по истечению вот таких вот 1200 пробега, начинают продавливаться в блоке. Соответственно, раскрывается прокладка. Антифриз начинает уходить в камеры сгорания. Места утечек хорошо видны. Вот здесь, вот здесь. Но не лишним будет сделать опрессовку головки. На всякий случай. Есть единичные полосочки, рисочки, натиры. Но в целом все выглядит очень пристойно. Вопрос, конечно, какая здесь геометрия. Я думаю, мы произведем необходимые замеры. А сейчас посмотрим люфт поршней. Не сказать, что он прям громадный. Плоскости пальцев тоже покажи. Бывает, что второй, третий болтаются сильнее всего. На алюминиевых блоках, где цилиндры соседствуют. Но здесь не так. Ну что ж, разбираем блок дальше. Спросил у клиента, какое масло он заливал. Не знаю такого масла. Автобакс 5В40. Замена каждые 8000 километров пробега. Но практически все моторы, которые мы после ГБО разбирали, были очень чистыми. Так что я думаю, здесь даже самое дешевое масло бы работало за счет ГБО. Головка разобрана. Массосъемные под замену. Традиционно для этого двигателя, если масло использовалось хорошее, вовремя менялось, вкладыши и коленвал в прекрасном состоянии. Что мы здесь и наблюдаем. Все-таки школа инженерии Сузуки, вот мне лично нравится. Колено в прекрасном состоянии. Поршни, ну, конечно, да, есть тут кое-какие проблемки, но они незначительные. Маслофорсунок как таковых нет, но есть. Подача масла осуществляется через вкладыши, вот с такими сверлениями. И вот через шатуны здесь вот подается во внутреннюю часть поршня. Поршни вымыты внутри. Палец не запрессован, а плавает во втулке шатуна. Есть небольшие задирчики, такие они для 200 тысяч, совсем невелики, вот такие вот пятнышки. И что самое интересное, это массосъемные кольца. Они все подвижные, чистые и не закоксованы. Причем у них еще сохранилась кое-какая упругость. Вот это все заслуга газа, пропан-бутан. В который раз мы убеждаемся, что все-таки наш бензинчик он моторы таки засирает. Покажу крупным планом канавки. Они все чистые. Четыре сверления по каждой стороне присутствуют в зоне масосъемного кольца. Причем эти сверления еще и смещены. То есть две канавочки отбирают масло из-под кольца и две внутри кольца. Зазоры здесь, похоже, будут очень интересными. Все поршни при промерах микрометром показывают минус 8 соток от нуля. Итак, перейдем к фактам. Перед нами двигатель М16 с пробегом около 200 тысяч. Реальные пробеги. То есть люди покупали в салоне машину новую. И вот сейчас мы посмотрим, как деформировался этот японский Дартон. Чугунная гильза, вставленная в алюминиевый блок. Это очень интересно. Начнем с первого цилиндра. Казалось бы, вверху все замечательно. Зазор порядка 4 соток. И я даже сначала подумал, что мы поменяем здесь просто поршни и поставим новые кольца заводские. Вот теперь смотрите, опуская ниже и все плохо. Здесь десятка внизу. То есть там, где еще кольца останавливаются, я не ухожу дальше. Вот. Внизу, где уже поршень трется юбкой, тоже десятка. То есть конус хороший. Теперь в зоне работы поршневого пальца. Внизу тоже около 9,10 соток. Вверху 9,10. То есть еще и эллипс присутствует. В верхней части 7 соток зазора. Ниже 9. Плоскость пальца. Опа! 12. Внизу 10. Вверху. Так. Это у нас третий цилиндр. 9 соток вверху плоскости пальца и внизу около 12. По юбке замера 11 внизу. Вверху еще больше. 13 соток. Четвертый цилиндр. 7 соток вверху. 11 соток внизу. 9 соток 9. Подытоживая все вот эти результаты измерения, ну, ничто не заменит чугунного блоку, у которого в верхней части цилиндры соединены непосредственно со стенками. То есть, какой дарт он бы не был, за какие деньги бы это все не делалось, заводской, не заводской, очевидно становится, что эти гильзы тоже деформируются. Вроде бы хон идеальный, мы видим, что он на месте, но сами гильзы вставные в блок, они поплыли и в верхней части, и в нижней части. Так что, ну, здесь только вариант точить в ремонтный размер, благо есть ремонтные поршни. Фрезеровать обязательно плоскость, потому что средняя часть будет просевшая, и после этого двигатель будет работать. Головка помыта, обработана, собирается. Блок расточили под ремонтные поршни, прям по вот этим залитым чугунным гильзам. Ремонтные поршни оригинал. Вот только кольца пропали из продажи, давненько мы Сузуками не занимались, и как оказалось, поршни еще продаются, пока что, а вот колец уже нет. Ну, ситуация меняется каждый день, каждый месяц, поэтому на момент просмотра ролика, может быть, они уже и есть, а может и нет. Короче говоря, мы переделали поршни просто под другие кольца. И все. Вот с ними и будем собирать. Комплект ГРМ, болты, цепи, также все меняется. Отрегулировали зазоры клапанов, собираем насос, выставили ГРМ. Субтитры сделал DimaTorzok